Яркие трайки, грозные хорлеи, ретро-байки и другие модели в футуристическом стиле, словно попавшие к нам из фантастического будущего. Вот уже шестой год харьковчанин Ярослав Лутицкий вместе с друзьями занимается мотоциклами, точнее их созданием, реконструкцией и преображением. На языке профи это направление тюнинга двухколесных называется кастомайзинг. По простому можно сказать, что кастомайзинг это переделка мотоцикловида изменения. То есть это неважно глубокое или поверхностное, но изменение какого-то серийного мотоцикла, либо постройка мотоциклов с нуля. Но так или иначе это связано с изменениями стандартных деталей. Любому кастомайзингу предшествует серьезная подготовка. Порой некоторые комплектующие и запчасти приходится заказывать за рубежом и доводить до ума уже здесь, в мастерской, рассказывает Ярослав. На воплощение одного проекта от задумки до конечного результата может уйти целый год. Вариант кастомизации мотоцикла можно разделить на несколько этапов. Первая это идея какая-то, неважно в каком направлении. Потом делаются черновые эскизы, потом делается это все в компьютерная модель и дальше уже непосредственно работа. То есть мы либо делаем какие-то детали на заказ, либо покупаем что-то тюнинговое, либо заказываем где-то за границей. Но так или иначе основная масса времени мотоцикл проводит у нас в работе. То есть сборка это наша и, скажем так, соединяемость деталей, которые мы хотим использовать, не характерные для данной модели. Три года назад Ярослав с командой начал представлять байки на международных соревнованиях по кастомайзингу. Дебют Харьковской мастерской состоялся в немецком городе Эссен. Тогда зарубежной публике представили фетиш, который попал в двадцатку лучших. В 2014 разработчики вновь приняли участие в соревнованиях с футуристическим мотоциклом в стиле дизельпанк. Идея его создания заключалась в том, чтобы передать представление о будущем мототехнике глазами людей, живущих в 50-х годах прошлого века. В основу дизайна лила концепция ракетообразных форм. Штурмфегель или Буревестник, именно так его назвали разработчики, стал бронзовым призером чемпионата Европы и четвертым на мировых соревнованиях. А буквально месяц назад представленный Ярославом ретро-байк Бекман занял первое место в номинации Кафе Рейсер на чемпионате мира в Кельне. Мотоцикл построен на базе мотоцикла из Юпитер, самый распространенный советский мотоцикл. Его, скажем так, изюминка, основа, почему этот мотоцикл понравился мировой публике, это самодельный трехцилиндровый двигатель, самодельная выхлопная труба, выпускная система, правильнее сказать, и обвес мотоцикла тоже мы изготовили сами. То есть зелено-красные сдержанные тона, это, скажем так, дань стилю того времени. То есть ретро, винтаж, тогда еще в Советском Союзе, как мы говорим, ничего круглого не было, поэтому весь мотоцикл таких несколько угловатых форм. Раму байк позаимствовал у Явы, переднюю вилку, у тяжелого К650. Шины специально заказывали из штатов у компании, специализирующейся на реплике по крышах 60-х годов. Разработчики обратили внимание даже на мельчайшие детали, например, элементы гравировки. Своё название «Железный конь» получил в честь выдающегося инженера-конструктора, авто- и мотолюбителя Вильгельма Бекмана. Кубок первенства, пополнивший копилку наград Харьковской студии этой осенью, станет отличным стимулом для дальнейшего участия в состязаниях фантазии и мастерства кастомайзера, уверяет Ярослав. Вилен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости.